Всех приветствую на канале FUTEST И в этом видео мы будем делать обзор новинок 2018 года Самое популярное в этом году это были два вида соков от компании Садочек Прям сделали такой нормальный бум Это была новинка яблокомята и новинка яблока черноплитного рабина и чернета Они прямо из этого сделали прям некий такой бэтл Типа у одного один сок, у второго другой сок, все пьют и голосуют какой лучше, какой из них оставить в этом В итоге победил саму собой вот этот сок, яблокомята Ну и решили оставить оба Короче опять всех нас наебали Но я вам скажу, они оба достаточно вкусные Когда они только появились у нас, допустим, в нашем местном Ашане Я в тот же день взял яблокомята Попробовал и просто охренел Мне очень понравилось На вкус она, конечно, больше похожа на мохито Но такое отдаленное Ладно, сейчас мы нальем и попробуем Так Вот это такой старый формат Сейчас уже в магазинах А просто обычная обложка Это еще я купил именно с брендом типа рекламы Хотел просто вам показать, какой он был летом И как выпустили летом рекламу по телеку и все такое Запах ему достаточно приятный И вообще он очень вкусный Нельзя им, конечно, выпустили Продавали и заработали они, я думаю, на нем На них немало денег Сразу для сравнения, наверное, нальем и Второй Яблоко Черноплідна горобина и черноплідна Блин, я даже Я не помню, что такое горобина Как оно на рост там было А ну, если загляну Так, гугл и википедия мне сказали, что это просто арония не черноплодная Я так понял, это какое-то растение или что-то типа зао Ладно, пофиг Не буду называться в подробностей Да, он плавно стоит И, конечно, лучше пить охлажденными, они еще вкуснее Этот освежает А этот такой просто, просто сок Мне и то-то и то нравится Но многим людям больше, конечно, понравился Яблоко нет В итоге он и победил Да Это Такие Супер-супер новинки этого года Прям целый бум создали И продавались они достаточно хорошо Так Продолжим Можно сразу Вот эти новинки шоколадные Появились недавно Сидбиды От компании Рошен Всем известная компания нашего Неудачного президента Я надеюсь, сейчас ко мне не ворвется СБУ Короче, вот такие три вкуса Нет Как президент он, конечно, говно Но Шоколадки Достаточно неплохие они делают Короче Ладно, сейчас протестим Сделали со вкусами вишни Апельсина И Цитруса Ну, короче, они такие Типа Эм А Ммм Угу надо разжевывать и когда вот это все перемешивается тут короче чили брауни типа вишневый такой и пока текст молочный шоколад и тарт типа вот такой типа как желе прослойте где-то когда мы все перемешиваются это все балочки молочного шоколада достаточно очень неплохо стоит 100 рублей 12 в россии само собой такого нет типа мармелад или желе с апельсином со вкусом молочный шоколад и опять типа как текста такого просто разные вкусы я думаю ладно попробую джинджер конечно лучше всего разбирают вишневый он реже всего магазинах есть апельсин и цитрус дольше всего лежит даже не просто цитрус еще цитрус имбирный желе но вот так они выглядят достаточно достаточно неплохо как для новинки вышла она где-то в октябре в ноябре думаю где-то так ну это совсем недавняя новинка и еще недавно у нас появилась в магазинах тоже где-то в октябре питкат со вкусом соленой карамели но это для меня это было нечто я сначала думаю что за хуйня соленая карамель кому такую надо кто такой будет решил взять попробовать и просто блять охерел я вкуснее ничего не ел хотя мне нравится мои любимые шоколады типа мел какие-то они охуенные конечно само собой там охуенный шоколад и очень нежный нежнейший но тут вот титкат не особо никогда не нравилось он такой картика но суть в этого титката том надо откусить хорошо хорошо жевать и вот после вкуса просто охуенный взрыв мозга не знаю я у других спрашивал не покупают но это они то не просто зашло на ура просто на 5 баллов у меня буквально профессии и каргаву ахуена настолько вопроса пиздец да ладно мне все стоп я могу себя остановить могу не есть его не прекращая пока мне закончится ну это тяжело ладно теперь у нас пивные новинки самая крутую поставим на поток так а новинка от типа бренд роберт дом но опять же таки львовская прошлом году прошлом году они выпустили я уже забыл как он назывался тоже какую-то эль блять он был настолько хуёвый вообще никому не зашел а в этом году они реально очень сильно исправились этот голден эль он просто вообще отлично зашел сделали его очень неплохо само собой это не самый лучший пиво в этом году они еще пару таких делали незаметных новинок никому незаметных я пробовал еще кофейный эль ну такой можно было найти место в больших магазинах только голден эль но он реально неплохо конечно не инструктор пупер пиво но из таких что не обидно реально типа если ты себе такой купил выпил хотя бы не жалко потраченные деньги ладно подождем пока пена сойдет я пена вообще не могу и поговорим еще одна новинка реально тоже очень неплохой пар цитрус от компании тупо бэр перша приватно было ну это они сделали типа на замену ну не за на замену тигрит их не уже пошел на спад и вообще крепкий крепкое пиво горькое особо никому не нравится кроме меня и они начали делать крепкие пиво со вкусом типа всяких там фруктов цитрусов и всего такого сделали летом в этим летом они сделали две новинки хард цитрус и хард лимон лучше всего конечно заходил хард цитрус я правда хард лимон даже не пробовал но все говорят что говно и он еще стоит дороже а вот хард цитрус особенно в АТБ особенно по акции частенько он в акции постоянно практически и я знаток этого вот он был неделю как минимум целую неделю каждый месяц он был в акции и это было для меня просто нормально я брал по две три буквы в день и нормально заходило он по градусу хорош правда ну в общем конечно какие-то 6,2 но вкус у него не отправлен вот такое пиво 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 светлое обычное пиво но я бы не сказал бы что в нем есть что-то такое что отбудивает или отвратное такое которое пугает нет такого просто обычное пиво ну наш век даже такое сложно найти так что это даже нормально вот хард цитрус он просто охуенный он хорош да я ничего не могу сказать реально охуенный они вообще нормально так сделали хард цитрус очень хорошо заходил да нормально так еще одна не очень значимая и не очень такая как сказать не значимая новинка мало кто о ней вообще слышал и пробовал но для меня это все-таки новинка этого года очень даже интересно сам развея пряная корица ну это реально очень неплохо это типа сидят со вкусом корицы очень необычно я такое люблю пробовать корицы корица и если бы у нас вообще не было новинок было бы не интересно жить вообще ну никак для этого они и здесь кстати сами в этом году сделали целый ряд новинок очень неплохих даже рекламу пытались сделать само собой и не переполнит ппб и вообще никак гараж гараж тоже не переполнит ну нормально достойно достойного самая крутая новинка этого года самая лучше всех продаваемая самая разрекламированная самая вообще не знаю по идее крутая ну смотрите эти чуваки сделали невозможно никто в этом году не сделал лучше чем они гараж антикомпот необычное название необычный цвет необычный вкус крутая реклама и и вообще я не знаю что сказать но в магазинах блять оно и шло просто пиздец как горячие пирожки по другому не могу сказать ну вы посмотрите на это это же просто красота эти чуваки сделали вообще смотрите на это это просто красиво даже сболтанная пена она очень привлекательная прям пусть даже пеносы и пены просто не найди да летом холодная да эти чуваки заработали просто до хера деньги до хера бабла зелени просто не купались мы да понятно это крафт это вообще не пиво это химоза но по чисто по коммерческий чисто паре вот этой всей фоне они просто сделали невозможно никто так еще не просто блять не делать я даже не знаю как это скажу как это называть вообще я прикину завидую это круто я надеюсь они что-то что-нибудь подобное сделать да 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 и так просто ахуенен все мы на этом все упажированием в этом в этот раз не будем делать потому что пуговаровать хотя если вы хотите увидеть следующем обзоре на упажирование ставьте лайки если соберем хуй знает сколько дохуя лайков если вижу их реально дохуя то в следующем обзоре мы сделаем упажирование и сделаем прям мега упажирование и соки и пиво и все остальное в одном просто будет просто будет тошнотворно так если вам видео понравилось ставьте лайк если нет дизлайк подписывайтесь на канал жмите колокольчик не пропускать новые видосы